Доброго времени суток, дорогие дамы и господа! Сегодня, как обычно, мы будем говорить о нашей недельной главе. Но не совсем как обычно, потому что наша глава Ваихи, «Жизнь Якова», заканчивает первую книгу Торы. И мы с вами в этом году уже дошли до конца первой книги Торы. И, соответственно, в этот шаббат в синагогах все будут кричать «Хазак! Хазак! Ванит Хазек!», что мы такие молодцы, у нас получится еще лучше. Но, конечно же, нужно вспомнить, с чего мы начинаем рассказы наших праотцов. Опять же, с важнейшего комментария Рамбана, Нахманида, о том, что поведение наших праотцов — это урок потомков. И, как мы с вами уже неоднократно говорили, даже в этом году, что это не просто урок, а это прототип того, что с нами произойдет в дальнейшем во всей истории еврейского народа. Но тем более, когда речь идет об этой главе, где наш праотец Яков дает благословения всем своим детям, которые не просто благословения «ты молодец или не молодец», а эти благословения по-настоящему определяют судьбу нашего народа. Но это не наш формат для того, чтобы описать и обсудить все 12 благословений, но одно из них, которое к нам, конечно же, имеет прямое отношение, мы сегодня с вами обсудим и попытаемся выучить новый из этого урок. Да, благословение начинается не совсем как благословение. Первые три — это больше похоже на проклятие. Но мне кажется, здесь тоже Яков дает нам очень важный урок о том, что иногда благословение — это просто указать на недостатки, которые нужно исправить, чтобы получить как таковое благословение. И он говорит первенцу Ру-Вену о том, что он нестабилен, как вода. Вода — это, конечно же, источник жизни, но стабильность надо воспитывать. Шимон и Леви, два следующих сына, он дает им одно сложно сказать благословение, называет их просто агрессорами. Ну, вы прекрасно помните «за что», помните историю с Диной. Но, в принципе, что говорит Яков? О том, что когда у тебя есть два хулигана в классе, в семье и так далее, не сажай их рядом за парту, а пусть они каждый занимаются своим делом в разных концах комнаты, в разных сторонах еврейского народа. И когда после этих трех, ну, скажем так, наездов на своих детей доходит очередь до четвертого, то говорит Раши, основной комментатор Торы, что Иуда, он отходит назад, потому что он боится. Сейчас он получит от папы, как и предыдущие три сына, и он понимает, что есть за что и за его роль в истории с продажей Юсефа. Да, история Тестамар немножко сложная, и он боится и отходит. Но говорит, папа, Иуда, иди сюда. Да, говорит он ему, Иуда, я духа Ахим. Иуда, тебе будут благодарны, будут признавать тебя, тебя будут восхвалять, это все перевод одного и того же слова, твои братья. И он выделяет Иуда из всех остальных братьев и делает его ультимативным лидером, хотя рядом стоит Юсеф, который до того, ну, вроде бы считался любимчиком своего папы, но мы знаем, к чему это привело. И это благословение имеет отношение к нам с вами в самое прямое, потому что мы, большинство еврейского народа, с заключением левитов и коинов, соответственно, тоже, мы являемся в большинстве своем потомками, именно Егуды. Все еврейские цари, все лидеры, это именно потомки колена Иуда, потомки самого Иуда. Чего такого заслужил Иуда, чья репутация хорошо подмочена предыдущими историями, что его так выделяют из всех братьев. На самом деле, основа этого заложена еще в его имени. Когда его мама Ле называют его Иуда, она говорит, в этот раз я отблагодарю Всевышнего. Апам оде эташем. И слово Егуда, которым мы называемся все, Егудим, происходит от слова благодарность. Но еще и другое значение этого слова, ходаа, моде, это признание. И здесь, конечно, мы видим историю Стамар, который так боится Иуда, потому что именно в этой истории и определяется его лидерская позиция, потому что он признает, он соглашается со своей виной и говорит, садка имене, она более правильная, чем я. Это и было то качество Иуды, которое вывело его, так сказать, на первый план еврейской истории и сделает его нашим с вами праотцом. Но главный момент, на самом деле, мне кажется, еще в предыдущей главе, которая начинается с самого длинного монолога, как говорит в благословенной памяти Нахама Лейбович во всей книге Барышит. Это монолог Иуды, который приходит, еще не знаю, что он стоит перед своим братом Юсефом, и говорит речь, которая меняет всю ситуацию. После этой речи Юсеф не может уже выдержать, она так его впечатлила, что он готов открыться перед своими братьями. Что такого сказал Иуда в этой своей речи? Если вы почитаете, то вообще он ничего особенного не сказал. Это не была какая-то риторическая, пафосная речь с каким-то искусством риторики. Он просто перечислял факты, что они сделали так, они были неправы, потом продали Юсефа и так далее. Он просто перечисляет все, что произошло до этого момента. Но может быть в этом и есть сам корень того, почему эти слова Иуда поменяли историю, поменяли отношения Юсефа, объединили семью и вывели его, как я уже сказал, на первый план нашей истории. Потому что он говорил вещи, как они есть на самом деле. Он не искал красивых оборотов, он говорил прямую речь. Как это важно сегодня. Сегодня, в наше время, когда мы больше заботимся о том, как выглядим мы в камере ТикТока или на экране ТикТока, или как выглядит наш профиль в Инстаграме, хотя забываем, что простые человеческие отношения в первую очередь строятся, когда мы говорим вещи, как они есть на самом деле, напрямую. Это очень сложно. Это действительно сложно, потому что мы боимся, если мы скажем вещи, как они есть, то может быть с нас упадет корона. Но именно в этом заключается благословение Якова. Говорит Яков, Яков, скипетр власти, царство, корона, с Яудой никуда, никогда не уйдет. Мы с вами, потомки Яуда, мы получаем это благословение. Поэтому говорите вещи напрямую, корона никуда не упадет. Успехов, до встречи, пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова